Перед нами первый чемпион России 2015 года по фехтованию. Новосибирский соблиц Вениамин Решетников. Вениамин, мы поздравляем тебя с победой. Это твоя третья золотая медаль чемпиона России, если считать только личное первенство. Можешь сравнить эти победы? Каждая победа по-разному удавалась. Но если рассматривать сегодняшний финал и финал 2009 года, то соперник оказался тот же самым. Мы тогда фехтовали с Рейданом Костиковым за первое место. Тогда мне тоже удалось. И в этот раз мне удалось у него выиграть. Поэтому каждая медаль, тем более золотая, она разная. Тем более на разных этапах подготовки. Уже много лет прошло и с 2009 года. Поэтому ценно и дорога. Цена одинаковая? Цена, конечно, одинаковая. Золото. Мы видели с стороны, как проходил финальный бой. Как это было на дорожке? Особенно вот эти моменты, которые переломными не стали, но могли бы, наверное, быть. Ну, я во многом, может быть, не согласен с студией. Ну, не во многом, а в пару ударов я не согласен. И действительно, такие удары, они немного выводят из нужного ритма на дорожке. В том, в котором ты работал, он наносил удары. И это наша задача, так сказать, фехтовальщику любого, уметь вовремя поменяться и не поддаваться на какие-то провокации или что-то типа того. Но я не винию судей, я говорю просто о таких моментах. Уверенность была с первой до последней секунды? Ну, без нее куда? Если бы я был не уверен, то я бы и не выиграл. Показал, что вы были очень спокойны на дорожке. То есть, я всегда спокоен. Хорошо. Я еще хочу в примете, ты верите? Я не буду спрашивать в какие, сразу говорю. Просто да или нет. 50 на 50. Ну, вот я так, не то что верю в приметы, стараюсь запенчать закономерности. И напомнишь, первое золото 2009 год, последовало легенда, 13-й год. Я помню эту примету. Но если она позитивная, почему бы в нее не верить? Поэтому в эту примету я буду верить. Мы тоже очень надеемся, желаем всяческих успехов, чтобы эта примета тоже сработала. А мы на этом заканчиваем сегодня. Спасибо, Вениамин, за такое красивое фехтование, за такую победу. Наверное, и соперникам тоже надо сказать спасибо. Всего доброго и удачи в дальнейшем. Спасибо.